Меня зовут Сергей Данильченко, я сооснователь и руководитель компании Hotel Advisors. А вот уже на протяжении 14 лет, даже может быть чуть-чуть больше, мы занимаемся вопросами, связанными с управлением доходом, рыночной аналитикой и также операционным управлением отелями. Свою деятельность я начал в 2004 году. Первое мое место работы было Grand Atelier Europa, и это, наверное, лучшая была школа, с которой можно было начать вхождение в индустрию. На тот момент происходили определенные изменения. В отеле появился как раз первый revenue manager. Работая в отделе бронирования, мне дозволили, скажем так, помогать и быть в какой-то степени ассистентом revenue manager. И вот, наверное, с того момента и зародилась некая такая любовь к цифрам, к таблицам, к анализу, к тому, как и что нужно делать, чтобы эффективнее продавать, дороже продавать, и как это все соотносится с различными направлениями работы отеля. Наверное, самая основная ошибка, которая ведет за собой все остальные ошибки, это либо нежелание делать какой-то анализ и смотреть, что мы делаем и к чему это приводит, либо же, возможно, некая лень, либо же отодвигание вот этих всех задач, связанных с аналитикой, с контролем, с проверкой на второй план. За 14 лет нашей работы у нас накопился неплохой багаж знаний. Это все в рамках нашей деятельности сформировалось в несколько таких образовательных обучающих практикумов. И вот какая-то часть нашей миссии, да, это привнесение в нашу отечественную индустрию всего того, что было связано и связано с управлением доходом в виде вот таких вот практикумов, обучающих программ. И, соответственно, мы также проводим различные лекции, в том числе в вашем университете с ВИСАМ, да, периодически спасибо за приглашение. На мой взгляд, это важно, потому что это двигает всю индустрию вперед, вот, ну и в целом перестраивает на фоне всех тех процессов, которые у нас сейчас происходят, да, перестраивает нас, перестраивает специалистов, перестраивает индустрию в нужное для нас русло. Значит, что касается персонала. Здесь, наверное, два момента есть. Первый момент с точки зрения квалификации, конечно, там, в команду, себе, особенно все то, что связано с управлением доходом, я стараюсь подбирать людей, те, которые уже имеют опыт и, безусловно, уже имеющие опыт хотя бы в какой-то международной сети работы. С другой стороны, мне важно то, как человек относится к процессу, да, то есть насколько он активный, насколько он проактивный, насколько он въедливый, насколько он сам готов решать определенные задачи. Если я вижу в человека вот эту вот активность и желание что-то делать, и делать по-другому, и пробовать, для меня это важно. Не могу не отметить, что все-таки еще какую-то роль играет случай. Так подобралась команда, так сложились обстоятельства, так сложился случай, что вот мы пересеклись, мы стали там на одной волне, все увлеклись этим направлением. И для меня это было важно, нежели наличие какого-то опыта. Во-первых, нужно что-то делать, не бояться начинать с каких-то даже начальных позиций. На мой взгляд, важно в работе там уже на более высоких каких-то должностях и в целом в гостинице знать и понимать, как работают разные департаменты, да, и если вы там начинаете там со стойки или с отдела бронирования, или с каких-то должностей официантов в ресторане, неважно. Главное с чего-то начать и этого не бояться. Нужно проникнуться, во-первых, вот этой атмосферой отеля. Нужно почувствовать, что есть отель. Соответственно, дальше уже может выделяться какая-то специализация, то есть что вам больше по душе, что вам больше лежит, в чем вы лучше разбираетесь, куда вы можете двигаться. Ну и самое главное, не бояться делать какие-то шаги, не бояться проявлять инициативу, активность, да, не бояться спрашивать и, ну, не относиться к этому просто как к работе. Если решили связать свою жизнь с гостиничным бизнесом, все зависит от вас, действуйте, не бойтесь и рвитесь вперед.